Всем привет! В сегодняшнем ролике я решил оценить обновление 5.1.0 по 10-бальной шкале. А также в данный момент в России и Беларуси нельзя донатить. Но с этим я помню что сказал, здесь ты можешь купить товары по низкой цене, навыки, скины персонажей, самоцеты и многое другое. А также ты можешь купить аккаунт со всеми персонажами всего за 280 рублей, ссылка в описании. В суету вам зайти на мой дискорд сервер, на нем ты сможешь пообщаться с другими людьми, поиграть в мультиплеер, а также найти новых друзей. Ссылочка как обычно в описании. А перейдем мы к видосику после небольшого. Первое что мы рассмотрим это новое оружие. На самом деле как помню в этом обновлении новое оружие особо вклада в игру не внесли. То есть никаких интересных механик особо там не было. Но вот оружие нефритового кувшин в целом принесло интересную механику исцеления. Чего не было по сути ни у одного оружия. Ну конечно оно стоит 20 энергии и перезаряжается очень долго. Но механика крайне интересна. Также мне понравилось оружие фу си щит. Данное оружие при прокачке может станеть врага, кроме боссов конечно. Как по мне это хорошее оружие, поэтому я в этот раз оружием поставлю 8 из 10. Ну и также я учитываю переработки оружия. Там посоха нубиса или зеленый биск. Идем далее. Новые титулы и выборы титулов. На самом деле все точно так же спорно. Титул по мне практически бесполезный. Но да, есть те, которые не так легко получить. Но это не делает погоду. Так что титулом я все так же поставлю 6 из 10. Идем далее. Новые скины. Вот тут прям по скинам обновление явно удивило. За это обновление добавилось более 20 скинов. Многие из них конечно в честь Дня Дурака. Но все таки это все равно. Плюсом они по сути бесплатные. Кроме некоторых новых скинов из линейки Небесные Бестии. Ну и плюсом Небесные Бестии вышли достаточно хорошие скины. Мне почти все понравились. Да и эти амогусики на самом деле тоже прикольные. Тем более они бесплатные. Так что за скины этому обновлению я поставлю 9 из 10. Поехали дальше. Новый бонус в размере. На самом деле их добавили очень много. Да и я всех не опробовал. Но на самом деле в них ничего особенного. Есть конечно пару имбовых. Но тут я все таки поставлю твердую 6 из 10. Идем дальше. Новые сложности в размере. Вот этому нововведению я прям очень доволен. Ведь режим с этими сложностями стал реально трудным. И появились некоторые сложности при прохождении. Поэтому я считаю что это внесло достаточно хороший вклад в режим. И в режим... Наконец-то станет интересная игра. Далее добавление шестой миссии. А также в розыске теперь могут попадаться враги с Дота Дауна. Данное нововведение в принципе в игру ничего не принесло по сути. Поэтому я поставлю 4 из 10. И идем далее. Новая четвертая глава. Конечно я не понимаю прикола в этих главах. Просто выполняешь задание и получаешь награду. Да и тем более награды там не сильно большие. Поэтому этому нововведению я поставлю 5 из 10. Ведь оно по сути ничего вообще не приносит. Идем далее. Новые боссы. Конечно здесь не сказал бы что они прям вау. Но все таки чтобы их победить для первого раза придется попотеть. Чтобы изучить атаки, понять босса и как от него уворачиваться. Да и тем более так круто что теперь финальных боссов в целых 3 в разобарии. В сезонном режиме. Поэтому поставлю этому нововведению 7 из 10. И если разработчики их будут дальше добавлять. Для более таких старых сложностей. Там для первой и второй. То это будет круто. И за это будет респект я. Еще вы простили некоторые испытания. Которые усложняли тебе игру. Что в целом я считаю хорошим изменен. Но в этом нет ничего прям такого крутого. Что прям вообще изменит игру полностью. Поэтому 6 из 10 явно. Ну и последнее это пластинка и новые стили лобби. За это все я поставлю 8 из 10. Так как новый стиль мультиплеера мне безумно понравился. У него классное воспроизведение. Оно такое огромное. У него отдаление камеры достаточно большое. Поэтому новый стиль мультиплеера я считаю одним из лучших на данный момент в игре. Если у вас его нету. То попытайтесь приобрести эти скины. Потому что реально лобби крутое. Пластинка тоже по-моему хорошая. Расслабляющая. Ну и как бы музыка там в принципе ну неплохая я бы сказал. Кто-то даже писал в комментариях. Что она напоминает хатлайн Майами. Что в принципе я могу согласиться с этим. Ну и стиль для основного лобби просто дефолтная. Под тематику 8 битных скинов. Там конечно ничего интересного нет. Но тоже прикольное лобби. Поэтому 8 из 10 заслуг. Ну и средняя оценка обновления выходит 6,7. Оценка конечно похуже чем у прошлого обновления. Но прошлое обновление было намного глобальнее. И там было побольше всего. Поэтому я считаю что это справедливо. Этот ролик подошел к концу. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на мой канал если вы новый тут. Ну и конечно же комментировать данные ролики. Я их в основном читаю и лайкаю. Всем огромное большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Не болейте. И всем пока.